Всем тихой ночи! Под прошлым видео про всякие штуки из мира SCP больше всего комментариев набралось за Республику Роботов. Республика Роботов — это небольшая организация из украинского филиала, наполненная славой роботам и смертью человеков, в которой всего 5 объектов и совсем нет рассказов. Тема совсем небольшая, потому обратим внимание еще на некоторые комментарии. Вот кто-то заметил, что стул упал. И действительно, ему лучше стоять, ведь он был сделан для нахождения в вертикальном положении. Однажды украинский филиал фонда SCP получил сообщение о доме, который внезапно сместился на 70 сантиметров. В нем была найдена мастерская с устройством, способным телепортироваться и также телепортаться и перемещать соединенные с ним предметы. Владелец устройства и его изобретатель погиб, сросшись со стеной дома из-за дефекта наложения, потому узнать о принципе работы механизма не удалось. Объект был обозначен как SCP-058-UA, но речь тут не об этом объекте, а о другом. Дело в том, что позже фонд обнаружил большую машину, которая способна телепортироваться, используя устройства схожей конструкции — SCP-074-UA. Кроме этого устройство состояло из сильно измененного компьютера, множества компонентов мобильных телефонов, нескольких манипуляторов и передатчика, способного передавать телепатические сигналы. А кроме всего этого, в нем было найдено устройство, способное создавать аномальную жидкость, которая приводит к сильному понижению температуры. Будучи не на содержании, устройство телепортируется в ближайший объект центрального отопления и запускает аномальную замораживающую жидкость, что приводит к сильному понижению температуры в ближайших домах, что в некоторых случаях может привести даже к гибели людей в округе. Также телепатический передатчик транслирует вокруг мысль о том, что все это месть машин за то, что люди их так нагло используют. До постановки на содержание объект совершил более ста атак в разных городах на просторах СНГ. После пяти безуспешных попыток штурма агентам фонда все же удалось нейтрализовать и захватить объект. Захват осложняется еще и тем, что вокруг объекта появилось несколько гуманоидов, каждый из которых был человеком с большим количеством грубых имплантантов и представлял собой наполовину робота, наполовину человека. Допрос одного из таких показал, что эти люди относятся к машинам как к неким высшим сущностям, называемым совершенцами. Совершенцы, кстати, одержимы идеей уничтожения людей, презрительно называя их мясовичками. Кстати о технике. В одном из прошлых видео комментаторы заметили, что мониторы не подключены. Я попробовал подключить каждый из них, заработал только один. И на нем мы видим пустую камеру содержания для опасных гуманоидных аномалий, возможно подготовленную для какого-то объекта. Это не слишком удивительно для комплекса содержания, даже для такого. Та машина-совершенец с замораживающей жидкостью оказалась не единственной в своем роде. В дальнейшем были найдены SCP-022-UA и SCP-037-UA, товарищ патронный завод и товарищ мясорубка. Эти два робота также состоят из множества разнородных механизмов и устройств и имеют передатчик, способный излучать телепатические волны. Каждый из этих двух роботов умеет заражать компьютеры и промывать мозги людям. Однако они не полностью одинаковы и отличаются по всей видимости тем, какой механизм лег в их основу. SCP-022-UA получился из станка, производящего патроны. И это свойство он не потерял даже после того, как стал нагромождением аномальных механизмов. Напротив, он научился производить боеприпасы с аномальными свойствами. Теперь пули, которые он делает, убивают любое живое существо с гораздо большей вероятностью, чем обычное. Второй робот SCP-037-UA был создан с использованием промышленной мясорубки и может создавать различные мясные изделия из пойманных им живых существ. Изделия эти имеют огромное влияние на психику человека, заставляя пораженных людей верить в существование некой технократической революционной партии Республики Роботов и вступать в нее. Большинство из таких вступивших имели множество имплантантов и технических внедрений в тело. Человек, получивший имплантанта, с точки зрения совершенцев уже не был презренным мясовичком, но и полноценным роботом его не считали. Такой человек назывался полумеркой и ему позволялось помогать роботам в их делах. В Республике Роботов существует некое подобие идеологии, которая правда сводится к уничтожению людей и созданию на месте человечества цивилизации роботов. Полноценными членами партии считаются только совершенцы, то есть те, кто уже являются полностью роботами или были роботами изначально. Презренных мясовичков предлагается или убить, или тоже сделать роботами, для чего, например, был создан SCP-087-UA. Однажды украинским фондом был найден телефон, обозначенный как SCP-087-UA, на котором была установлена программа, показывающая набор мемагентов. Люди, смотревшие на экран, не могли оторваться от этого зрелища, при этом в их мозгу происходили необратимые изменения. Поначалу в мозгу пораженного появлялись новые нервные пути, которые затем начинали наполняться металлами. Со временем мозг человека таким образом заменялся на сложную металлическую конструкцию, которая представляет собой подобие процессора и передатчика, способного передавать как телепатический, так и радиосигнал. В особенно запущенных случаях, конструкция разрастается по всей нервной системе и даже поражает другие ткани тела. Исследование пораженных показало, что зараженный человек, проявляя минимум видимой активности, постоянно производит вычисления, подобные майнингу криптовалют, а все зараженные объединены в распределенную сеть по принципу блокчейна. На вопрос, как же эта распределенная сеть связана с республикой робота, отвечает другой объект SCP-076-UA, который называется цветной рентгенаппарат. Само по себе это устройство не относится к республике роботов, но благодаря его аномальным свойствам, позволяющим дальнейшим образом изучить строение любого организма, фонд выяснил, что же такое происходит с последователями роботизированных революционеров. После изучения одного из них стало понятно, что механические части культистов пропитаны некой сущностью, которая называется духом машины. Вот такой вот суп наварили, если вы понимаете о чем я. Дух машины наполняет каждого робота республики и тех, кого они модифицировали. При этом при прекращении контакта с духом, имплантанты и сами роботы перестают работать, потому что конструктивно так устроено, что не могут выполнять свои функции без него. А главный техножрец этого духа машины это некий ВАЗ-вагонный, который судя по всему работал в неком секретном НИИ, и который создал и сам дух машины и всех совершенцев. Хотя может это и не так, ведь личность ВАЗ-вагонного покрыта тайной. Короче, республика роботов из украинского филиала это смесь церкви разбитого бога и культа духа машины из Вархаммера, замешанная на гротескной и довольно навязчивой пародии на коммунистическую идеологию. Слава роботам, совершенцам слава. Так или иначе, это видео было проявление из мира SCP, за которое было больше всего комментариев под прошлым подобным роликом. Следующий такой ролик будет на ту тему, за которой будет большинство комментариев под этим видео. А еще в комментариях также интересовались, что находится за дверью. Там какой-то коридор, который ведет... Ну куда там он должен везти? Для чего тоже строят коридоры в подобных местах? Всем пока!